Всем привет дорогие автолюбители! Я заметил, что вам очень нравятся ролики о обработке рамы моего внедорожника Тысячи комментариев, тысячи рекомендаций И в основном все зациклились на пушечном сале 90% из вас пишут пуш сало, плюс мовиль, плюс еще керосин То есть основная масса людей считает, что пуш сало это оптимальный вариант для обработки рамы Но, как и обещал, я решил провести эксперимент со своей рамой Мы будем ее обрабатывать разными составами Я придумал новый состав, сейчас мы поедем в гараж и обработаем раму им И впоследствии мы определим, посмотрим, имеет ли место данный способ Или все-таки пушечное сало это единственный консервант, который действительно лучше всех спасает металл от коррозии Или у него есть конкуренты В данном случае мы будем испытывать ту смазку, которая у меня нашлась в гараже Ну что же, переходим в яму под автомобиль и смотрим мой новый состав Мы его испытаем, намажем И на протяжении года я буду периодически снимать видео о том, как ведет каждый из этих составов на раме данного автомобиля Ну что, вперед под машину Ну что ж, приступаем к испытанию нового состава Сейчас, как я уже обещал, вычищаю до траверсы и до крепления запаски вычищаю железо Сам процесс чистки особо снимать не буду, ничего тут интересного нет Просто берем все возможное и им чистим Значит, и своим новым составом, в дальнейшем я покажу, вот уже разогревая плитку Покажу, из чего я его буду варить Также мы намажем и будем периодически снимать и наблюдать, что же все-таки в оконцовке окажется лучше Действительно ли пуш сало или все-таки вот этот мой состав и имеет ли он место быть Итак, поехали, чищу раму Все, ребята, раму почистил Как говорится, с ума не схожу До идеала не вижу смысла вычищать Выскрип вот эту часть до пружины Траверсу Скрепление запаски Ну и здесь все это Колдуна, молдуна, что тут Было возможно Ну что, теперь переходим к вареву Посмотрим новый рецепт Мы поехали варить смесь Значит, друзья Смесь у нас будет такая У меня в гараже досталось Вот канистра такого масла Походу автол какой-то Также ведро Как вы видите, это Походу графитка Еще с 80-х И, соответственно, я купил сейчас в магазине Вот такой мавили Пишу битумная Ну Из этих Из этих всех Клечей Мы будем варить Это Адское зелье Как вы видите Таз у меня уже алюминиевый В керамическом тазу Никогда не варите Значит, попробую Как сказать Поварешки нету Попробую так Попробуем эту Вот видим Чисто графитная смазка Не надо особо в комментариях Там писать и умничать Что она не подходит Мы проводим эксперимент Понятно, что с дивана Оно всегда виднее Но Попрошу быть Понежнее в комментариях Так как Один процент из ста Пытается Как-то дерзко Дерзко Написать Свой комментарий Сразу говорю Отвечаю На такие комментарии Грубо Так что лучше не пишите Если видео не нравится Не смотрим Выключили и все А тем же Кто Задает Интересные вопросы И вообще Задает вопросы Отвечаю всем Так что не стесняйтесь Пишите Отвечаю Каждому Итак Видим Что у нас Получается Получается у нас Пока что Жижа Вот так Страшная Адская смесь Сейчас она Нагреется И думаю Надо будет Ее сразу же Наносить Керосин Как видите Я не добавляю Потому что Как мне кажется Особого эффекта Я пока не заметил Может он работает При Сильно плюсовой Температуре Может быть От 10 градусов Он и Дает какой-то эффект Но Как вы видели В предыдущих видео Ничего не изменилось То есть Не произошло чудо Растаскивание Значит Пушсала По раме Может быть Конечно Нужно время Так как Прошла всего лишь Неделя Ну А этот состав Конечно Интересен тем Что в мавиле Присутствует Битум Я первый раз Приобрел Такую Такую Смесь Битумная Мавиль Не встречал Ни разу С цинком Видел А вот с битумом Нет Ну получается Каша Видите Своеобразная Очень интересно Так что Сейчас я ее Раскипячу И что Начнем Начнем покрывать Это будет Наш очередной состав По покрытию рамы Ну а выводы Будем уже делать Опасля Ну что Поехали дальше Ребята Посмотрите Какая интересная Смесь Как будто Цинк присутствует Получается Что у нас Автол Мавиль И Графитка То есть В графитке Мы видим Вот эти Вкрапления Кстати Надо посмотреть Что это за Вкрапления Ну Смесь Получается Очень Интересная Очень Интересная Сейчас Неудобно Со светом Проблема Тут Но Посмотрите Все развелось Без керосина Неплохо Сейчас Залазим Под машину И Наносим Посмотрим Может быть У нас И рама Станет Серебристой Какой нибудь Погнали Вниз Ну что Приступим Ребята Смесь Огонь Самое Что я боюсь Налить себе В рукав Этой горячей Жижи Значит Еще Одна Беда Утопил Маленькую Кисточку Ну ладно Что будет Я подозреваю Будет Много Капель Так Кто близко Сидит У экрана Отодвиньтесь На всякий Случай Мало Прыснет Я потом Не буду Отмывать У вас Все вокруг Телевизора Ну что Смотрим Ложится В целом Симпатично Ребята Я бы сказал Очень Даже Многие Кстати Спросят Почему я не Обрабатываю Наружную Сторону Рамы Скажу Скажу Сразу У меня По наружной Стороне Отдельные Отдельная Ситуация Которую Я хочу Сделать С рамой Снаружи Так Ну что Как вам Видно Конечно Тяжело Доступные Места Потому что Намазав Все снаружи Залезть потом В самую даль Не уделаться Это будет Сложновато Так что По возможности Вымазываем Все скрытые Полости И только После этого Мы уже Мажем Наружку Ее намазать Не составляет Никакого Труда Это самое Простое Возможно Где-то Мы и не достанем Но Разочаровываться Не будем Будем надеяться Что те места Которые мы не покрасим Ржаветь Не будут Особо Или Впоследствии Как-то Как говорят Специалисты Просочится Туда Смазка Ох Как жирно От души Посмотрите Всю пружину Верхнюю Часть пружины Вымазал Как бог Черепаху Вот она Красота Так Ну что Сейчас Пройдусь Немного По сложным местам И продолжим Снимать Ну что Ребята Мы на заключительной Фазе Последние Штрихи Крепление Запаски В целом Все прошло Неплохо Единственное Готовьте Робу Которую Возможно Потом придется Выкинуть Есть Минусы Не буду скрывать Небольшие Но Все это С лихвой Перекроется Позже Когда Спустя время Ваш кузов Будет Все в таком же Бодреньком состоянии На удивление Всем Метод Битумной Мавили Мы испробовали Теперь Нам останется Только ждать Прошу в комментариях Также не писать Тех специалистов Которые боятся Что Попало На глушитель И машина Сгорит Может Загореться Если вы Это пишете Значит С машинами Вы Скорее всего Мало имели Каких то Отношений Потому что Те кто С машиной На ты Прекрасно Знает Что Все это Ерунда Машины Горят Обычно В тот момент Когда их Варят И не видят Что в салоне Полыхнула Обшивка А потом Как следствие Уже пожар Не остановить Когда это Замечается Так что От мазуты Глушитель Ни разу Еще у меня Не вспыхнуло Мазан он был Столько раз Что Не на этой машине А на десятках машин Особенно На советского Производства У которых Течет масло Со всех щелей Вечна Ручью Ни одна Машина Не пострадала Ну что Ребята Вот результат Вот результат Метод Битумной Мавили Битумная Мавиль Так Сейчас Я покажу Как обработал Вот она Так выглядит Вкрапления Вкрапления В графитке Видны Посмотрим Впоследствии Как она Будет Дружить С рамой Возможно Многие Еще Зададут вопрос Почему я не Обрабатываю Раму Внутри Изнутри Значит Это у нас Будет В следующих Видео Ну Мы По большому Счету Вот самое Сложное Место Мы прошли Останется Еще там За Колесом И дальше Уже Выйдем На прямой Участок А пока Вот Все выглядит У нас Так Впоследствии Я поставлю Запаску Здесь уже Делать Нечего То что Вымазаны Амортизаторы Пружины Я не переживаю Все это Со временем Что не нужно Отвалиться Сотрется Так что Друзья мои Мы все Ближе и ближе Движемся К завершению Теперь у нас Получается Три Графитка Есть на раме Чистая Пушсалос Есть на раме И вторая Половина Кстати Отличается Посмотрите Не знаю Видно ли на камере Вот эта часть Она Наверное Не видно Это такая Матовенькая А это Так Посвежее Выглядит То есть Здесь у нас От середины Пушсалос Мавилю А здесь Просто Пушсалос Керосин Так что Так что Так друзья Все Подписываемся Ждем следующего видео Дальше Испытаем еще Какой-нибудь состав Ну и постепенно Будем снимать Снимать Смотреть Что из этого Получится Кто-то Выберет для себя Свой И будет И будет Именно С ним Работать На своем Автомобиле И вот Друзья Вы увидели Уже Это Третий Рецепт Который Был Испытан На данном Автомобиле То есть У нас Есть Пушсало Есть Пушсало С Мавилю Ну а Теперь Графитка Масло И Мавиль Дальше Мы будем Проводить Эксперименты С другими Составами Так что Друзья Кому Эта тема Интересна Не забываем Подписываться Я снимаю Видео Не только О раме Но и О многих Автомобильных Темах Так что Если какие-то Темы Вам будут Неинтересны Вы просто Пропустите Видео И дождитесь Когда выйдет Именно Видео О самой Раме По описанию Вы соответственно Все поймете На этом Всем пока Ненадолго До новых встреч И Всего хорошего